приветствую вас уважаемые друзья коллеги по хобби пришел сегодня немножко порыбачить субботний денек погодка меняется вечеру обещают дождь и я решил по быстренькому сбегать на рыбалку пока еще погода хорошая видите мое старое прошлогоднее место наконец-то я дождался когда упадет уровень воды и под мостом моя отмель будет уже сухой пойти сюда порыбачить место мне очень нравится посмотрел прошлогодние видео увидели что я практически за каждую рыбалку что-нибудь приносил домой обычно это была щука полтора-два килограмма и хорошие окушки от 300 грамм попробуем половить сегодня и посмотрим что из этого получится денек хороший но вот этот резкий перелом погоды передают дождь и на сегодня и на завтра поэтому будем пробовать ловить что-нибудь сегодня споймать сегодня взял с собой два комплекта взял спиннинг дая хипа 240 с тестом 315 поджиговать попробовать новые приманки набрал силикона разного от лаги джон от с фишинг сейчас покажу вам их и также взял на всякий случай свой старый спиннинг наутилус тай киллер чтобы немножко потвичить тяжелыми водорами и хочу попробовать данный воблер от фирмы беркинг большая модель 130 болезонг лонг билл 130сф рыбачить буду на реке западная двина в черте города полоцка сегодня взял разного силикона попробовать половить на силикон от фирмы барракуда белорусская фирма и довольно хороший силикон интересный рассвет мне очень понравился данная фирма также взял на пробу рачков от лаки джон 2 и 6 дюйма кс фишинг или с фишинг довольно хороший силикон из китая мне очень понравился отлично работает изи шайнер 4 дюйма также понравился мне силикон от лаки джон вот крупный пять с половиной дюймов называется макрил и взял сегодня двух расцветочках натурал очка и вот лайм цвет что друзья ловить начну таких вот рачков от лаки джон говорят хорошо работают по щуке и по окуню сейчас кидаем посмотрим поводки использует флюрокарбон самодельное делаю сам и груз использую 10 грамм выделать два оборота три оборота короче смотреть по условиям ловли иногда хорошо срабатывает три оборота пауза два оборота паузы будем экспериментировать вода упала на течение довольно сильное 10 грамм это минимальный груз такой я использую на длине здесь глубина пока не сильно большая 10 12 грамм самое то посмотрим как сработает сегодня резина попробуем немножко и потвичить и поджиговать и посмотрим что будет работать лучше игра довольно интересная у данных рачков многие спрашивают как спиннинг даяхипа я скажу ребята вот этот вот 3.15 2.40 спиннинг довольно неплох для своих денег хочется конечно спиннинг взять подороже для джига хорошо все чувствовать данный спиннинг начинает стучать от десяти грамм 8 грамм это если хорошее твердое но все таки больше его использовалось под блесны выдавать можно если вы начинающий джигит как сказать джиговик знаю мне уже хочется что-нибудь поинтереснее подороже чтобы хорошо стучало говорится в руку попробовал я дорогие спиннинги все-таки то как не говорил отличие есть и очень большое но для своих денег если вы говорится начинаете только рыбачить спиннинг довольно неплохо мне он понравился вертушки джигуи 315 надо давать комфортно вот от 8 грамм не менее того также мне понравилось что эту палку можно перегрузить я забрасывал и 18 граммовые головки и 20 граммовые без проблем проблем кидает не страшно его перегружать такое ощущение что здесь все таки занижен тест здесь на самом деле тест намного выше на 5 20 зацепная поклевка зацеп и затопленная трава здесь коряжки попадаются течением наносит когда большое течение весной попадаются коряжки попробуем разловить этого рачка получится не получится смотрим приманка довольно интересно играет неплохо глубина здесь под мостом где-то метра два чуть дальше фарвата побольше глубина не более наверно 3 метров очень замечала даже посмотреть вот под мостом не самая глубокая длина в этом месте хотя сегодня немножко поехать другое место но из-за того что обещали дождь пришлось идти под мост не хочется что я где-нибудь за городом застал дождь а ехать надо было на автобусе вот есть есть покрылочка такой вот окунёк такой вот окунёк соблазнился на блесну мэпс точнее копию китайскую аккуратно извлёк крючок и теперь выпустим кого матросика и брать не хочется плывет бегает ну вон же я отпустил он он и и Попробую покидать, друзья, я поворотленно от фирмы Беркинг. Мактайгер расцветочка. Весной он меня порадовал. И щучка брала на него, и жерех, и локунь попадался. Работает как и на равномерке, так и на джиге. Какая интересная игра у него, как у кренков. Попробую я, друзья, покидать копию на Dorealis от Беркинг. Соточка такой вот ядовитой раскраски. Редко плюхает. Но почему брать не хочет, никак не могу я понять. Рыба есть, стоит чуть ли не под ногами. И всплески периодически. И щука, и окунь брать почему-то не хочет. Кидаю сейчас Dorealis соточку. Посмотрим, может на него что-нибудь соблазнится. Травы очень много мешает ловить. О, поклевочка, наконец-то, друзья. Наконец-то, что-то село по этой траве. Очень тяжело достать. Вот такая вот щучка. Грамм на 400. Аж больше. Грамм на 500. И вот, клюнула наконец-то на Dorealis. Я в него верил. Приятно. Сейчас взвесим. Посмотрим, сколько щучка завесила. Хорошо засеклась, я думал. Слабее. Взвесим, друзья, щучку. Если будет меньше полкилограмма, мы ее отпустим. 465 грамм. Значит, пойдет на волю. Сейчас кинем. Пойдем. О, пошла. Вот такая вот щупачок. Хотелось бы, конечно, побольше. Попробуем еще половить, пока дождя нет. Покидаем. Субтитры делал DimaTorzok на этом рыбалку будет друзья заканчивать стало немножко холодать паду холодный ветерок значит скоро придет дождь как его и обещали много он моросил 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 но к вечеру уже стоит 80 90 процентов дождь сильный дождь написано поэтому буду собираться и убегать пока он меня не застал врасплох как видели рыбка клевала очень очень слабо неактивно вода сильно упала много травы много цеплялся много вытаскивал правы конечно ловить некомфортно на силикон практически ловить не получалось потому что что не заброс то зацеп да и тричинговать было воблерами тоже очень сложно еще когда забрасываю далеко как бы можно было протащить воблер только подвожу его к берегу сразу же цепляет на себя кучу травы ничего будем ждать осени выезжать уже на более интересную рыбалку на озера и пробовать конечно ловить трофеи на этом друзья буду видео заканчивать всех благ вам вашим близким не хвоста не чешуи на рыбалке до новых встреч